Привет, с вами Ирина Ирис на канале YouGifted. Сегодня я расскажу немного о прокачке своих ягодиц. Перед тренировкой разминаюсь на степе минут 5 не больше и приступаю к своей тренировке. Первое упражнение это приседания со свободным весом. Начинаю с разминочки на 20 повторений, подход с пустым грифом. Обычно мой рабочий вес где-то примерно 85 килограмм. Я дохожу до него и делаю 4-5 подходов, наверное, раз на 8-10. Дабы сохранить ручки, надеваем перчатки. Тренируюсь я с фитом 3 раза в неделю. На основном 3 раза в неделю. Бывает мало. Я прихожу утром и вечером еще. Либо утром кроссфит, а вечером иду в зал и делаю тренировку тяжелее. Потому что кроссфит все-таки это тренировки на выносливость. Замечательные тренировки. Действительно повышается выносливость, сила. Мне очень нравится, я очень довольна. А тренажерный зал я делаю для того, чтобы попа росла. Для меня это очень важно. Ягодицы, свои ноги я тренирую 2-3 раза в неделю. Некоторые говорят, что это много, но для меня это самый раз. Пробовала и один раз в неделю тренировать. И по отдельной группе мышц, допустим, бицепс бедра и ягодицы в один день, квадрицепс в другой день. Не растет. Ну, как-то очень мало. Поэтому 2-3 раза в неделю я прокачиваю действительно все ноги и ягодицы. Растет. У тебя не было на кроссфите так, что ты прям вообще пипец? Ты считаешь, это нормально? Было такое в инстаграме, у меня есть вконтакте. Я не знала, что меня снимает тренер. И мне было действительно плохо. Несколько раз даже тошнило. Я считаю, это нормально. Ты выкладываешься полностью, и организм в шоке, наверное, после проделанной работы. Вот такой интенсивности, такого количества упражнений, без перерыва. Конечно, ты не придешь с улицы и не сделаешь. О, я кроссфитовец, ты пришел там полчаса, занимался на тренировке, такого не будет. Это нужно готовиться к этому, тренироваться. Потом получается, это кайф. Как мой тренер называет это, мини-оргазм. Это действительно, он снимает тихоря, а потом показывает тебе. Но ты понимаешь, что мозг отключен. Ты лежишь в эйфории, что ты сделал, весь комплекс упражнений, и ты справился, ты молодец. Но это не передать все эти ощущения, но это круто. Кайф ты получаешь именно от того, что все закончилось, что ты смогла это сделать? Да, что я это сделала. Вся написанная программа, которую нам пишет тренер, ты ее действительно выполняешь. Ты нереально собой гордишься. Да, я это сделала. Ну, это такие вот ощущения эйфории. Все надо мной смеются, потому что я после каждой тренировки, а это каждый день, еле передвигаюсь. Потому что это либо руки, плечи, спина, ягодицы три раза в неделю, и я их делаю на убой, поэтому у меня всегда все болит. Не было такой тренировки, чтобы я ушла, и на следующий день у меня ничего не болело. Поэтому вот в субботу тренировала ноги, попу, поэтому сейчас, конечно, все болит. Ничего, я тренируюсь еще заново, мне не привыкать. Второе упражнение у нас в плие, тоже вес достаточно большой, 30 килограмм. Для того, чтобы проработать мои капризные ягодицы, нужно немного извращений, таких как вот, например, два степа, чтобы поглубже сесть и растянуть именно ягодичные мышцы. Два года ушло на то, чтобы понять, какие упражнения мне нужны. Именно с каким акцентом, там, глубже присесть, больше делать выпады, больше делать какой-то там прогнуться, какой-то угол сделать. Поэтому сегодня все покажу, на самом деле, и вот именно конкретно, что любит моя попа. Меня многие спрашивают, почему я делаю такие большие веса, не жалко ли мне колени, там, и так далее, и тому подобное. Не жалко. Я ухаживаю за коленями, я, понятное дело, бинтую, но веса у меня действительно большие. Там, 100 килограмм присед, плие со штангой 80 килограмм, становая 80 килограмм. Ну, иначе мою попу просто не прокачать. Я уже говорила в первом нашем интервью, что оно у меня действительно капризное, очень долго растет. Вот. Поэтому с маленькими весами на большое количество повторений, да, она крепнет. Она, там, это хорошая жиросжигательная программа, но в данном случае она мне не подходит. Упражнения плие я начинаю делать с минимальным весом, это, ну, 10 килограмм возьмем. Потом 10, делаю раз на 15 подход. Вот. Потом беру 15 килограмм раз на 12, 20 килограмм раз на 10. Идет рабочий вес у 25-30 килограмм, делаю, ну, раз тоже, наверное, на 12. Вот. 3-4 рабочих подхода. Этого достаточно. Как второе упражнение после приседаний со свободным весом. Третье упражнение – это становая тяга напрямую с ногами, чтобы хорошо растянуть бицепс бедра. Вот. Также, если, когда выпрямляешься, стягивать нужно ягодицы, чтобы они работали, сжимались и растягивались. Насчет еды хочу рассказать, никаких секретов нет. Все, кто у меня есть в ВКонтакте, в Инстаграме, знают, прекрасно знают. Я постоянно выкладываю и пишу о том, чем я питаюсь. То есть, понятное дело, что это хороший завтрак, сложные углеводы, белки, днем мясо, овощи. Вот. Вечером, если очень мне хочется кушать, я делаю овощной палат, либо обезжиренный творожок, пью с протеинов, с изолятом. Но живот от воскресенья до воскресенья, потому что мне мой любимый разрешает кушать только воскресенье до 3 часов дня. Сладкое. Ну, действительно, я ем и чизкейки, и пирожные, потому что воскресенье – это самый мой семейный любимый день, когда я действительно наедаюсь. Я сладкоежка. Ну, морально очень тяжело держаться. Мне хочется постоянно сладкого шоколада, всяких вкусняшек. Я смотрю, как ест мой ребенок, и у меня прям слюни капают, я завидую. Но ничего, я успокаиваю, что скоро наступит воскресенье, и я наемся. Просто, если даже нет возможности покушать, я наготавливаю. Всегда у меня дома здоровая пища, у меня нет ничего вредного. Я, как и мужу, и себе ребенок кушаю. Это куриные котлеты, всякие штучки из куриной грудки, с индейки. Я знаю, если у меня действительно сложный день, я беру с собой все в контейнер. Овощи, яйца, мясо, гречи туда. Если я знаю, что у меня мужа нет возможности даже заехать в ресторан покушать, я ему собираюсь с собой. А если даже мы идем на какой-то ужин с друзьями, встречи, я обязательно беру там такой, сюда, допустим, овощи-гриль, лосось-гриль, кальмары какие-то, морепродукты, такое все легенькое. А во всех ресторанах это есть, потому что все на здоровый образ жизни, сейчас много спортсменов, и так питаются. Поэтому, куда бы я ни пришла, всегда есть такая еда. Поэтому не надо говорить, я сегодня пошла в ресторан, поэтому съела что-то жирное, всегда можно выбрать. Многие спрашивают про мотивацию, что мною движет. Как я говорила еще в прошлом интервью, что желание быть просто красивой, прожить свою жизнь красивой. Но я писала буквально недавно пост в ВКонтакте, что, вот как и всем, как любой женщине, я утром встаю, я недовольна, бываю с собой. Смотришь, думаю, да нафиг этот зал нужен, уже ничего не хочу, мышцы болят. Думаю, все равно не хочу, хочу вот лежать и кушать сладкое. А потом зайдешь в ВКонтакте, почитаешь, блин, столько на самом деле приятным сообщением пишешь, что люди мотивируются, заходя на мою страницу, смотря мои фотографии, то есть, ну, восхищаются и думаешь, я не могу их подвести, я должна их мотивировать, соответственно, я должна работать, и мне это придает силы. Вот, спасибо вам огромное на самом деле. Четвертое упражнение, это упражнение у нас называется сумо. Ноги широко, по 45 градусов, руки узко. Очень похоже на плеем, тоже прорабатываются хорошо ягодицы, и квадрицы, какие-то бедра. Также нужно напрягать ягодицы и присаживать, растягивать. При этом спина должна быть прогнутая, очень ровная, чтобы не было нагрузки на поясницу. Начинаю это упражнение тоже с пустого грифа, так как оно достаточно сложное. Вот, ну, максимальный вес получается у меня 40 килограмм, не больше. Очень сложно, и желательно это делать с ремнем, дабы не потянуть поясницу, особенно начинающий с пустым грифом, нормально. Вот рабочий вес 40 килограмм делаю на 12-15 раз, где-то 4-5 подходов. Все стандартно. По поводу соревнований фитнес-бикини, я никогда не хотела участвовать и не собираюсь, потому что не за горами, я надеюсь, вторая беременность, и когда будет второй ребенок, может быть, когда-нибудь выступлю. Ну, не хочу, это не мое, и я и без этого себя прекрасно учусь. Зачем смысл? Ну, для некоторых это смысл жизни, для меня смысл жизни, это моя семья, и я и так нормально выгляжу, мне не нужно лишний раз доказывать, переживать. И это действительно требует огромной силы воли, очень много времени, тренировок, поэтому пока у меня этого времени нет. Ну, меня занимает работа, муж, ребенок, может быть, когда-нибудь, но пока не собираюсь. С момента прошлого нашего интервью, сколько, наверное, месяца 3, наверное, 4 прошло, мне все говорят и по фотографиям, и мои друзья в соцсетях, что моя форма изменилась, значит, я на правильном пути, вот, я не опускаю руки, я все равно добьюсь попы орехом. Меня мало волнует моя спина, потому что она у меня и так нормальная. Я желаю вам никогда не останавливаться, не опускать руки, не впадать в депрессию, идти к своей цели медленно, но верно. По поводу еды давайте себе расслабляться иногда, чтобы не было срывов. Всем спасибо за внимание, с вами была Ирина Ирис на канале YouGifted. Ну, пока. Друзья, привет! Привет! Вот уже скоро Новый год, и мы хотим, в общем, создать вам новогоднее настроение. Поэтому сегодня мы записали для вас музыкальный привет вместе с нашими девочками-красавицами. И мы думаем, что вы споете эту песню вместе с нами и станцуете ее.